Ирина Дятлова бережно хранит выпуски газета «Искра ТВ», которым 12 лет. В них статьи с фотографиями соматического отделения 1-й районной больницы. В 2006 году она возглавляла это подразделение. В качестве заведующей соматического отделения я начала работать с конца 1988 года. Конечно, придя в отделение, но, наверное, первая реакция и вообще первые впечатления и эмоции – это был шок, шок, шок. Потому что нищета, которая в то время царила в детском отделении, вообще невозможно описать. Но, к счастью, было градообразующее предприятие. К счастью, были люди, которые и хотели помочь. Были дети, которых забирали. Но в основном в то время детей забирали. Это были международные усыновления. В то время российские как-то… Это позже уже пошла волна вот этого активного усыновления. А в то время российские граждане, это наш советский, так скажем, граждане, это было очень мало, очень редко. В основном эти дети доживали у нас там до двух, до двух с половиной лет, а потом мы их отправляли в дом ребенка. Вот этот весь период из роддома, по существу, это было так, это только вот родившиеся детишки или детишки, которые были изъяты по какой-то причине из семьи, дети первого года жизни. В нашем архиве сохранился сюжет, который мы снимали, когда крестили маленьких пациентов соматики. В то время отделение нуждалось в кроватках, игрушках и средствах гигиены. Считывая то, что их на медсестру 10 человек, и в общем-то дети, которые разных возрастов, с разными режимами питания, то есть это по существу конвейер, она не успевает покормить одних, перевернуть, ей надо уже идти к другим. И без памперсов работать очень сложно. Тогда же у нас, наверное, на горизонте у меня и появились вот эти девочки-волонтеры. Это они помогали, возглавляла все это такая Елена Ольшанская, они помогали как раз детям-сиротам, находящихся в лечебных учреждениях Московской области. Большую помощь в то время оказала и общественница, работник химкомбината Жанна Николаевна Дроздовская. Мы занимались проблемами не только лечебной работы, мы занимались теми вопросами, которые нам совершенно не присущи. Но это было время такое, был период такой, когда, в общем-то, твоя работа не сводилась к чисто лечебной работе. И да, и вот поднимая эти проблемы социальных детей, тогда работая активно с волонтерами, я тогда вот присутствовала на заседании общественной палаты, тогда мы были на программах «Времечко», где поднимались вопросы социальных детей. Вспомнила Ирина Валентиновна и ремонт – важные события в жизни соматического отделения. По нормам того времени отделочные и другие работы в подразделении «Первое» на больнице были выполнены на высочайшем уровне. Был не просто качественный ремонт, а он был. Это был ремонт, знаете, я бы сказала, нового времени, в то время, в начале 90-х. Потому что были хорошие условия размещения, так, как положено, в палате 4 человека, шкафчики, стол для обеденной. То есть были созданы, были созданы очень хорошие условия для детей. А дальше, дальше, пожалуй, была просто лечебная работа. И, пожалуй, самое вот то, что время было трудное – это социальные дети. Об этом тогда мало говорили. Об этом тогда это вообще была закрытая тема. Когда начались 90-е, начались проблемы с питанием, со средствами ухода. В соматическое отделение привозили детей-отказников, малышей, изъятых у граждан, лишенных родительских прав. Медперсонал видел всякое за годы своей работы, но случай с Колей Левашовым запомнился всей стране. История Коли Левашова потрясла всех, кто ее услышал. 8 ноября 2005-го мужчина и женщина на джипе привезли в больничный покой больного мальчика. Внятных объяснений, что случилось с малышом, они не дали. Собирая анамнез, чем болел ребенок, женщина, в общем-то, была в затруднении. Ничего конкретно она ответить не могла. А когда зашел разговор о страховом полисе, они сказали, да-да-да, полис есть, мы сейчас привезем. Уехали и больше они не появлялись. Колю отправили в Пушкино. Там какой-то детский дом для слепых детей. А потом, а по-моему, там он и был, по-моему, говорят, программа была, где показывали Колю. Кто-то ему там из футболистов даже подарил мяч, что Коля играет в футбол. Сейчас Коле Левашову 16 лет. Он так и не обрел семью. Живет и учится в Сергиево-Пасадском доме-интернате. Что касается соматического отделения, то на данный момент брошенных детей там нет. И если все же мама в роддоме отказывается от малышей, что бывает очень редко, то благодаря Воскресенскому управлению опеки дети сразу обретают семью.